Доброго времени суток! Приобрела я себе машинку для вырубки тиснения Папус. Хотела приобрести ее на Алиэкспресс, но доставка в Республику Беларусь от 150 долларов. Поискав в интернете, данной модели в Республике Беларусь не оказалось. Зайдя в магазин Art.Theritoria, данная машинка стоила 250 белорусских рублей. Корпус машинки изготовлен из пластика. Размер данной машинки 27,3 см на 24 см на 16,5 см. Вес данной машинки 5 кг. В комплекте с данной машинкой идет инструкция на английском языке, сама машинка и 4 пластины, одна запасная. Сначала нужно положить пластину А, потом пластину С, положить нож, материал будущего изделия и затем пластину Б. При помощи данной машинки я сделала вырубки. На пластине быстро остались следы от ножей. Ее выгнула, но на качество вырубки это не влияет. Продавец положил пластины Б в двух экземплярах, так как данные пластины идут как расходный материал. Размер пластины 15 на 19,5 см. Машинка идет в разобранном виде, у нее откручена ручка. Прикрутить ручку можно при помощи инструмента, идущего в комплекте. Машинка для вырубки и тиснения поможет вам изготовить действительно красивые вещи своими руками. С помощью этой машинки вы сможете сделать красивые аккуратные края в ваших вырубках. Данная модель делает вырубки из таких материалов, как фоамиран 2 мм, китайский и иранский фоамиран, фетр, картон, бумага, кожа, зам и так далее. Покажу на примере китайского фоамирана. Я взяла два отрезка фоамирана, сложила их вместе. Ножи лезвием к фоамирану. Плоской стороной ножа ложим на пластину. И накрываем пластиной Б. Прокручиваем ручку до конца пластины. Вырука получилась идеальной, даже в два слоя фоамирана. Покажу на глиттерном фоамиране в 2 мм. Ножи лезвим к фоамирану. Плоской стороной ножа ложим на пластину и накрываем пластиной Б. Данный тип материала сложнее вырубать. Для этого вам нужно сильнее надавливать на машинку. Прокручиваем ручку до конца пластины. Как видите, глиттерный фоамиран машинка также с легкостью прорубила. Кош-зам с крупными блестками, материал довольно-таки плотный. Нож лезвим к фоамирану. Плоской стороной ножа ложим на пластину и накрываем пластиной Б. Прокручиваем ручку до конца пластины. Как видите, данный материал машинка также с легкостью прорубила. Такие вот листочки я использую для таких вот цветочков. Из вот такой вот вырубки получаются вот такие вот бантики. Перед покупкой машинки стоит задуматься, для чего она вам нужна. Сейчас ли вы будете ей пользоваться. Готовы ли вы тратиться ножи? Поверьте, у вас их будет очень много. Готовы ли вы к покупке расходных материалов и инструментов, таких как пластины, щёточки для чистки ножей. При правильном использовании пластины ломаются редко. Машинку для вырубки и тиснения я приобрела для изготовления заколок, бантиков и ободков. Я очень осталась довольна данной покупкой. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Творческих успехов, безграничной фантазии в ваших творческих делах. И до новых встреч!